Здравствуйте! В эфире программа «Путь» о православии и о нашей жизни. В студии автор-ведущая, журналист Мария Засецкая. По традиции принято в конце года подводить итоги, вспоминать уходящий год. Сегодня мне это делать особенно приятно, потому что у нас в гостях правящий архиерея Архангельской Метрополии Владыка Даниил. Здравствуйте, Владыка! Благословите! Здравствуйте, Бобла, совет! Владыка, вот мы с вами встречаемся в такие особенные для вас дни, когда вы отмечаете сразу два юбилея. Свой день рождения и пятилетие пребывания на Архангельской кафедре. Позвольте вас поздравить с этими важными датами и поблагодарить от всей души, от всех нас. Спасибо! Архиерейское послушание — это особенное церковное послушание, особенно, мне кажется, сложное и ответственное. И вам, вот насколько я себе представляю, приходится быть как бы на границе двух миров — светского и духовного. Вот как вы находите в себе силы, в чём вы черпаете вдохновение, и как вам удаётся совершать этот нелёгкий путь? Поделитесь, пожалуйста, расскажите немножко об этом. Да, конечно же, это, вы правильно подметили, очень сложно, потому что постоянно перестраиваешься. Один формат — другой формат. Горячая, холодная. Силы черпаю. Знаете, я хочу привести такой пример. Как-то один человечек подошёл, впоследствии этот человечек стал митрополитом русской православной церкви. Многое сделал. Человек-легенда, церковный писатель. Но тогда он был молодым иеромонахом, и вот он приехал на нашу землю и встретился с Иоанном Кронштадтским. И задал ему вопрос, вот такой же, который задали вы мне. Батюшка, откуда вы черпаете силы? Потому что Иоанн Кронштадтский спал 3-4 часа за ночь. Постоянно он был на людях, он не принадлежал себе, у него вот такой личной жизни не было. И задав ему такой вопрос, он услышал следующие слова. «Силы я черпаю из богослужения нашей русской православной церкви». Вот я то же самое. Я очень много служу, и это очень сложно, ведь служба, она требует подготовки, внутренней подготовки, сердечной подготовки, некого покаяния пред Богом, самоутеснения, самоумоления. Вот для этого-то мы и читаем последований ко Святому Причащению, где мы сравниваем себя вот с теми словами, которые написали святые годники Божии. И рано встаешь, поздно ложишься, но никогда не жалеешь о том, что ты отслужил божественную ритургию. Он столько дает силы, радости. И действительно, сейчас мир, он какой-то стал черно-белым. Вот мелькают что-то, это такие вот как фейерверки. Вот фейерверк, он вроде бы красивый, но это быстро заканчивается. Все, перестали стрелять, петарды и все. Вот что-то происходит подобного. И по-настоящему вот эта радость, она глубокая и тихая. Она сопряжена, наша радость, с состоянием внутреннего мира. И вот это нам дает Господь, особенно когда ты служишь, причащаяся христовых тайн. Вот в этом я черпаю силу и радость. — Владыка, ну, конечно, не бывает без каких-то печалований. Вот это же скорбный порой труд. Может быть, и об этом немножко поделитесь? — Да, есть основной духовный закон. Вот я как бы всегда использую площадку для того, чтобы поделиться. Поделиться зачастую не своим, а поделиться теми наработками, которые есть. Откуда эти наработки? Ну, у нас есть, я говорю, олимпийские чемпионы, которые в состоянии передать свои наработки. Они приезжают, олимпийский чемпион сюда, и он показывает, как правильно кататься на коньяках, чтобы действительно расположить к себе всех зрителей. Вот у нас есть такие олимпийские чемпионы, я их называю святые, угодники божие. Ян Кронштадтский, Ксения Петербургская и Антоний Сийский наш. Если начнем их перечислять. Они прошли на своем опыте, пережили вот этот процесс борьбы. А с кем здесь борется человек? С другими людьми? Нет. Он борется с духами, с бесами. Вот это самое искусство из искусств. Победить нам, плотским людям, духов вот таких вот поднебесных, они же воздушные, они же неуловимые, а мы их побеждаем. А чем мы их побеждаем-то? У нас ничего нет. У нас своего оружия нет. То есть даже атомные бомбы их не возьмут. Серафим Саровский очень хорошо сказал Мотовилову, что самый маленький из них, из бесов, когда, да, я немножко подкорректируюсь, самый маленький из них, сказал Серафим Саровский, способен одним коготком перевернуть весь земной шар. Как с ним можно бороться? А Мотовилов хотел побороться. А чем же тогда вот Иоанн Кронштадтский и прочие победили вот этих бесов-то страшных? А той силой, которую они смогли аккумулировать. В каком месте? В своем сердце. То есть вот этой силой действительно победили. А это сила благодать Божия. Мы говорим энергия. Благодать — это энергия. И вот я говорю, Господь дает всегда, когда ты именно чуть-чуть приближаешься к Нему, то это не бесплатно, я всегда говорю. Это плата, это награда, точнее, будет не в той жизни только. Прямо здесь и сейчас. Сейчас. Сразу чувствуешь, ага, в своем сердце. Или радость, или не радость. И поэтому вы задали вопрос о скорбях. Основной закон духовный, что многими скорбями подобает нам войти в Царствие Небесное. То есть какой туда путь? Мы говорим, о, путь многими скорбями. И вот когда часто говоришь это людям, немножко такая реакция. Как же так? Мы-то думали, что так вот. Только поверь, и все. Но мало поверить в том, что ты можешь стать олимпийским чемпионом. Тебе любой тренер скажет, что многими травмами, болячками, ушибами проложен путь олимпийского чемпиона, к примеру, там, по катании на льду. Программа «Одиночная» или там «Неодиночная». Вот так же и здесь. И вот мы не можем изменить. Изменить эту ситуацию, мы можем изменить свое отношение. Есть такое выражение народное, оно очень точное. Можно смеяться в кромешной беде, а можно испытывать злую тоску от удачи. Сколько людей приходится видеть. Вроде бы то, что у них есть, ну, наверное, бы там полгорода бы хватило, чтобы они, наверное, радостно жили и были бы в шоколаде. А он еще какой-то ходит невеселый, что-то он недовольный. Вот, говорю, злую тоску от удачи испытывает. А бывает, придешь причащать какую-нибудь бабушку, она живет, у нее еле-еле-еле, на концы с концами сводит, а у нее глаза светятся. А чем они светятся? Откуда она взяла свет? У каждого человека ничего своего-то нет. она просто взяла, эта бабушка, свою вилку и засунула в розетку. То есть каждый человек, он светильник. А энергия — это Бог. Ты когда соединяешься с Богом, то твой компьютер заработал. Светильник засветился. И вот эта бабушка, у нее действительно вроде бы в кромешной беде, а у нее радость, свет. И она эту радость способна передать. Поэтому, когда ты с Богом, то вот это вот все эти болячки, всякие неприятности жизненные, они тоже есть, но они легко как-то проходят. Они не оставляют отпечаток. Вот как раны, которые есть, заживают, как на собаке. На нем, как на собаке. А есть вроде бы рана небольшая, их наиться, болит. Поэтому вот это секрет, не мой секрет, это секрет нашего народа, поколения, особенно северяне. Всегда приезжали и смотрели на нас и завидовали, до революции нам завидовали. Почему? Потому что мы были с Богом, и мы преобразили эту землю. А когда мы потеряли Бога, то уже мы сами стали завидовать. Этим шведам, финнам, норвегам. Поэтому, конечно же, секрет, он прост. Быть как можно ближе с Богом. Но это сложно. Мы же постоянно сделали один шаг, упал, встай в вай снова. То есть христианин, это не тот, кто не падает, это не тот, кто не грешит, а тот, кто старается бороться. То есть упав в грязь, нельзя же лежать. Можно сказать, слушай, так скользко. Я пока еще пройду 100 метров, в 10 раз упаду. Все равно иди. Вот в этом секрет как бы моего оптимизма. Да, ну это поистине духовное научение. И вот вы знаете, я хочу с нашими телезрителями поделиться, что у нас с вами не так давно была встреча, когда вот мы тоже так духовно общались и очень многое от вас восприняли. Вот с благодарностью сейчас вспоминаем об этом. И ушли все с подарками, с замечательной книжкой. Вот я ее покажу телезрителям. Это Игумен Никон Воробьев «О начало жизни». Замечательнейшая книжка, которая вот не только, надеюсь, у меня стала настольной, но и у моих коллег. Но вы знаете, Ладыка, я еще о чем хотела сказать. Вот когда вернулась со встречи, заглянула в церковный календарь и ахнула. Думаю, ну вот удивительные вещи, все-таки архиерейское благословение. Потому что буквально через день вот был день памяти преподобного Никона, Никона Радонежского, в честь которого Игумен Никон был пострижен монашество. И получается, что мы, получая от вас эту книгу, получили двойное благословение от вас и от преподобного Никона. Удивительные вещи. И, наверное, архиерейское благословение, действительно, это особенное благословение. И если можно, поделитесь, пожалуйста, своими наблюдениями. Наверняка у вас есть примеры, не только мой вот теперь, наш, но и иные, когда это происходило. Есть замечательный такой святой, его знают все православные, это Ян Златоуст. У нас нет другого такого святого, который бы вот так именовался, Златоуст. человек, от которого осталось 12 томов, это просто гений, талантливый человек. Самое главное, что он свой талант направил на служение Богу и на служение ближним. То есть, если можно так сказать, служение ближним, а через них самому Богу. И вот Ян Златоуст, вот он, его открываешь и каждый раз находишь того, чего, ну, просто здесь во всех библиотеках мира, наверное, вот такой простоты и точности не найти. Потому что он сам прошел этим путем и он дает как бы пошаговый, вот сейчас век пошаговой инструкции, как действительно нам поступать. И он, и вот он пишет, что каждый человек признан вот быть, я уже говорил об этом, светильником Божиим, проводником Божиим. И он пишет, что Бог готов нам давать свою милость и изливать на нас. Он это и делает. Но почему одни получают, а другие нет. Вот он пишет, дело не в Боге, а в человеке. А мы ставим блок и не пускаем эту милость в свои сердца. Каким образом грех препятствует этому? То есть мы говорим ошибка. Что такое грех? Это ошибка. Вот сделал электрик, какую-то ошибку допустил, и все, провод стоит импортный, хороший, красивый, а по нем не идет ток. Короткое замыкание. Вот мы часто делаем короткое замыкание, и вот как бы наша задача и епископа, и просто христианина, это не мешать Богу действовать в нас. Как это не мешать? То есть стараться самому жить. Есть люди, когда живут по понятиям, а есть, когда живут по закону. То есть какой основной закон? Это тот, который нам Бог дал. если человек начинает им жить, он становится добрее, светлее, любеобильнее. Не значит, что у него нет ошибок. Он где-нибудь и срывается, и грешит, падает, но это минутные слабости. А большая часть жизни наполняется вот таким правильным содержанием. и тогда рядом с этим человеком хочется жить. Конечно, почему в народе говорили, не ищи дом, ищи в первую очередь, а ищи еще соседей, кто живет рядом. То есть кто этот человек, который живет рядом с тобой. Поэтому вот когда живешь и стараешься, вот я всем вот это советую, то, что говорил Иоанн Златоуст. не препятствовать Богу вот жить и действовать в нас. Он действует. И вот у меня просто это, я говорю, всегда форма служения моя. Форма служения, но придет время, это время моего перехода или время моего рождения. Я не знаю, когда у меня будет третий день рождения. Пока я праздную только первый день рождения. Да, первый день рождения у каждого человека это рождение в эту жизнь. Вторая, второй день рождения, это рождение его вот в нашу общину, мы говорим, это Церковь Христовая, вступаешь ты вот уже одной ногой в вечность. А третий день рождения, это самый главный, когда мы рождаемся вот в ту жизнь, оставляя здесь нечто на земле. Что мы здесь оставляем? Ну, понятно, это не хозяйство, не дома, а не квартира. Человек оставляет самое дорогое, это свое тело. Для многих это самое дорогое. На самом деле, самое дорогое это душа человеческая. И вот я всегда привожу пример такой замечательный. Вот у нас Пресецк, тут Родина, где это взлетают вот эти вот спутники, ракеты. Я говорю, вот когда ракета взлетает, то никто не переживает о том, что вот две ступени от нее отваливаются. Это радость составляет, потому что, ну, иначе не улетит вот главная часть в небо, да, если не отвалятся эти ступени. Вот в человеке то же самое запрограммировано Богом. То есть каждый человек, рождаясь, он должен это осознать, что придет момент, когда ступени отвалятся. не переживай, это закон такой. Но главное, что в этой жизни нужно вместе с этими ступенями пока есть возможность сделать как можно больше добрых дел, добрых слов, но это еще не все, и добрые мысли, переживания, сердечные, они тоже учитываются Богом. И поэтому, вот когда человек вот так живет, то да, он живет по Божьему закону, и ему, конечно же, очень будет радостно, радостно совершать вот это и трепетно, и страшно, и радостно одновременно совершать вот этот вот переход, переход в вечность. Вот когда живешь и думаешь об этом, то все остальное, оно становится вторичным. И ты уже так как-то не берешь близко к сердцу. Бывает какая-нибудь маленькая информация, мы говорим обидно, несправедливость, что-то там, что у нас в жизни не клеится. И можно из этого сделать целую бурю возмущений сердечного. И мало того, есть еще такое понятие, как зло-памятность. Человек живет таким с кирпичом в сердце, сегодня ему неприятно сделать завтра, послезавтра. И у него тогда вообще сердце это просто какой-то мешок с камнями. Этого не должно быть. Он тоже мешок с цветами. Вот что ты. Ты мог человеку подарить, достать оттуда что-то, не камень, который ты кидаешь. Вот это жизнь, вы правильно про Никона сказали, жизнь человека это изменение. Вот. И вообще, что такое жизнь-то на земле? это некий путь. И нас сюда сослали. Сослали для того, чтобы мы прошли вот эту школу жизни, научились, выучились, чему выучились? Тому, что мы существа без Бога слабые очень, никудышные. А с Богом мы сильные. Когда я немощен, я силен. Сила Божия совершается, оказывается, в немощи. Как эти слова понять? Сила Божия совершается в немощи. Когда человек сознает, что, Господи, я без Тебя ничего высокого, по-настоящему, благородного, чистого, абсолютного, никогда не сделал. Ты мне помогаешь, но вот у нас-то обычно как? Мы что-то сделаем доброе дело и готовы рассказать всему миру. Это же я сделал. А Бог по-другому. Он помогает и не показывает себя. А вот мы тогда явимся, как Никон пишет, в ту жизнь, и там тогда увидим, как в молитве мы читаем, «Благодарим Тебя, Господи, о всех явленных и неявленных благодеяниях, бывших на нас». То есть, большинство благодеяний, они не явлены в этой жизни, они там будут видны. И вот Господь нам помогает, а люди говорят, это мы, это я. И Бог даже помогает тем, кто отвергает Бога. Как мать. Вот сын непослушный, там, какой-нибудь пропоится, злобный, говорит, что никогда я тебе больше копейки не возьму, кусок хлеба не возьму, все. Тогда мать, она даже через соседку, слушай, на, передай ему поесть, только не говори, что я, а то он не возьмет. Да, то он не возьмет. Она его любит, если мать нас любит, то Бог нас любит в миллионы раз больше. Поэтому он помогает человеку. Самое главное, чтобы мы вот осознавали эту помощь Божию и старались вот правильно жить. Спасибо, Владыка. Вы знаете, ну вот я продолжу делиться, что у меня, опять-таки, не случайно вот эта замечательная икона на столе сегодня, тоже ваш подарок и благословение нам, телевизионщикам. Вот. Это иконочка праведного отца Иоанна Кронштадтского. И вот наш год, о котором мы сегодня хотим поговорить, он прошел под именем нашего батюшки. И, наверное, самое яркое событие, о котором я хочу вас спросить, это иоанновские торжества. Вот. Поделитесь, пожалуйста. Иоанновские торжества, это для меня, конечно, чудо, потому что, когда мы приглашали патриарха, то мы знали, что мы не сможем восстановить, вот, ну, сделать вот такое пасхальное яичко из суры. Вместе с тем приезжает строгий начальник, который может, конечно, поставить на место и сказать, что это такое. Почему не сделали, да? Да. Мы это сознавали. Плюс вот эти вот, как сейчас говорят, логистика. Да. Приезд, перевозки, все такое, тоже очень сложно. И даже в московской патриархии говорили, ну, Владыка, ну, что ты напридумал? Ты нас всех перегрузил сейчас. Как мы туда все это будем? Какую-то в деревню ты святейшего тащишь. Да не поедет он туда. Я тогда сказал так. Я говорю, знаете, друзья мои, мы говорим по-человечески. А я говорю, а вы знаете Божью волю? Они говорят, нет. Я говорю, я тоже не знаю. А давайте проверим. То есть делай, что можешь, да, и как можешь, а Господь уже тебе поможет. Да. И будет, что будет. Да, написали письмо святейшему, передали. И вдруг святейший говорит, да, я поеду. То есть это, конечно, была первая радость, что святейший едет. И потом, вот, конечно же, волнение, оно нарастало по мере приближения этого праздника. Потому что что-то получалось, а что-то не получалось. Ну, очень сложно. Даже несколько месяцев потом. Да, очень сложно. И вот я просто, у нас и нет времени вот об этом рассказывать подробностях. Но факт, он остается фактом, святейший приехал, и я говорю, вот в священном Писании есть такие слова, что в руках Божиих сердце фараона. Вот и не только фараона святая цепи пишут, что в руках Божьих сердце каждого человека. Вот смотрите, ведь есть такая ситуация бывает, что приходит какой-то начальник, вот видит, все вылизано где-то, а у него просто настроения нет, сердце его не расположено. И он тогда находит какие-то вроде бы небольшие вещи, вот, дает там разгон, прочее, прочее. Вот а бывает наоборот, приезжает, вот вроде бы не так, и много еще не доделано, а у него другое в сердце, к примеру, мысль такая, что они столько стремились, они столько вложились, как это все непросто, как это трудно, нужно их как-то наградить. Может быть и такое. Я говорю, если Господь не положит на сердце, ничего не будет. Вот здесь такое выражение старое, русское, народное, наше северное. Если небо благословило, земля не удержит. А если нет благословения небесного, ничего не получится. И вот Господь так дал, что большинство этих всех искушений мы преодолели. И Святейший приехал, и преподобный, да, и когда он уже приехал, я был спокоен, хотя погода была, помните, все вот эти мете-сводки, завтра лететь нельзя, нужно искать альтернативу, где будет служить Святейший. Владыка, у вас есть альтернатива? Я говорю, нет, альтернативы нет, Святейший будет служить в Суре. А почему вы так думаете? Я говорю, потому что за погоду у нас отвечает отец Иоанн Кронштадтский. Все, утром просыпаемся, небо голубое, с облачками, мы садимся и летим туда. И я говорю, вот Иоанн Кронштадтский, он наполнил сердце Святейшего необычайной молитвой. Вот с нами был много, со всех, со многих стран приехали священнослужители, так почитают нашего батюшку отца Иоанна. И приехал один, вот на фотографиях он есть, на видео, пакистанец, священнослужитель из Пакистана, он такой индусского вида, и он когда сошел с поезда, вот тут комары наши, они же сразу пошли в атаку, свежая кровь, а они сели, стали его кусать, он пришел в шок, он хлопает по своей лысине и говорит, что это такое, они кусают, мы давай его успокаиват, что это норма, всех кусают, но никто не умер от этих укусов, все нормально. И вот он стоял на службе и заливался слезами, он плакал, он столько пережил благодать, он говорит, я никогда столько не переживал, вот эта радость со слезами на глазах, вот действительно это то, что отец Иоанн, он наполнил сердца божественной благодатью, по его молитвам Господь наполнил божественной благодатью сердца и святейшего и всех, кто были, и все, которые там были какие-то, там где-то траву не покосили, я условно говорю, там где-то дорога такая у нас, не пойми какая, там, и это все как-то ушло на второй план. И святейший очень благодарил, когда мы с ним расставались, он как-то взял мою руку, так сжал, и говорит, ладыка, я очень благодарен, что вы меня пригласили на это торжество, что мы вместе с вами чествовали ныне батюшку отца Иоанна. Спасибо вам за то, что все это настолько, даже прав делами, говорит, святейший, крайне редко, вот так вот, да, очень так, глубоко, очень глубоко и как-то сердечно. Вот, я говорю, для меня это показатель, что нашей землей управляют святые, угодники Божии. А я говорю, а я кто? А я сторож. Всегда говорю, а вот сторож, вот строят собор, да, и вот, я говорю, завозят, строят материалы, там все, возводятся, все, и подходят к сторожу наши бабушки и говорят, ой, какие вы молодцы, ой, спаси вас, Господи, все. Сторож из Кренират, да, он имеет некую сопричастность к этому строительству, вот, я всегда говорю, ну, я себя ставлю на место вот этого сторожа, чуть-чуть побольше, конечно, но где-то вот так, потому что основные строители, говорю, это наши святые угодники Божии. А если наоборот начну говорить, да, это я, это там, все, и ничего не будет получаться. Вот, вот такой жизненный закон, кто хочет быть первым, будь всем слугой. Вы знаете, общалась уже с сурянами, после уже торжеств, они, конечно, вот тоже в восторге, вот, большое вдохновение пережили все, вот, и такая фраза прозвучала, что это нам батюшка Иоанн Кронштадтский авансом дал эту радость, и вот эти силы, которые, вот, что сейчас есть желание трудиться, в дальнейшем преобразовывать вот свою родину малую, вот, надеяться будем, что произойдут эти долгожданные изменения, и будут происходить потихонечку. Они уже произошли, я говорю, то, что, даже когда мы открывали монастырь, вот, самое главное, это найти, найти игуменью, кто поедет, все-таки, ну, такие условия были, и вот соглашается матушка Митрофания, которая уже тогда была 73 года, у нее сахарный диабет, она блокадница, у нее помененный сустав, то есть человек-то не здоровый, всю жизнь она прожила в Питере, она горожанка, вот она приезжает в это село, вот, и начинает по-другому уже, вот, вообще, после 40 лет, говорят, очень сложно найти новых друзей, как-то не так вот получается, человек привыкает к своему обычному быту, и вот тут в 73 года человек покидает свой монастырь, вот, свой любимый город, где ее любили и любят, и уезжает сюда, я ее спрашиваю, матушка, а как, вы, год прошел, ведь невольник, небогомольник, еще есть и такое, и вот год прошел, и я спрашиваю, матушка, как, то есть послушание, есть понятие, послушание, но вначале, мы говорим, человек должен войти вот в это состояние, вот я ей задаю вопрос, он говорит, владыка, так хорошо, батюшка так помогает, я согласен, вот я говорю, это чудо, мне говорят, где же ты такую нашел, там, встречаюсь с другими епископами, они говорят, человека неима, я бы открыл монастырь, не могу найти, а здесь вот, поэтому действительно, батюшка, отец Иоанн, помогает, вот, но я еще хочу обратиться тем, кто нас видит, слышит, что есть такая русская замечательная пословица, под лежачий камень вода не течет, врач может помочь человеку, когда он тоже помогает врачу, поэтому, чтобы мы не были лежащими камнями, а тоже делали, пускай мы сделаем один шаг, а Бог сделает тысячу шагов нам навстречу, и поможет, но вот этот один шаг мы должны сделать. – Да, Владыка, вы знаете, к сожалению, рамки программы не позволяют нам долго на какой-то теме останавливаться, вот, и поэтому, может быть, такой следующий вопрос, если посмотреть на год, вот, минувший, какие события, особо важные, вы бы еще выделили? – Знаете, как-то, вот, у меня с математикой не очень хорошо, и то, что, ну, столько всего много, что как-то, я еще не люблю вот этот, бухгалтерский учет устраиваю, так, первая позиция, вторая, третья, самое главное, это то, что духовная жизнь, она продолжается, и вот эти вот традиции, которые заложены были нашими предками, мы их стараемся доносить, что такое предание, или традиция, мы говорим, традиция переводится как предание, то, что передают, вот, православная вера, это некое знание, знание, как правильно себя вести на этой земле, вот, как правильно себя вести, да, не обижая других, стараться, да, вот, жить по закону Божьему, и вот это все сохранить, и наша задача, что мы не можем вот взять, троицу Рублева, к примеру, художник скажет, я лучше художник, я еще пририсую там, вот, то-то, 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 то-есть, запрещено это, то-есть, то-есть, задача, вот, музейных работников, это сохранить и передать, вот, так же и у нас, у нас есть все необходимые приемы, для того, чтобы победить нашего врага, общего, дьявола, и получить спасение, вот, вот, наша, как бы, задача, вот, не прибавить, не убавить, бережно сохранить и передать, и то, что, вот, сохраняется, передается, вот, ну, а вот в детали, действительно, вы сказали, что времени не хватает на одной передаче, чтобы вот, вот это все рассказать, вот, как бы, одно из направлений, это для нас, конечно же, кафедральный собор, за которого я очень переживал, когда пришел сюда, и мне сказали, что и владыка Тихон так переживал, и, может быть, вот это, то, что остановилось строительство собора, это одна из последних каплей, которая, к сожалению, вот, забрала его жизненные силы, последние, вот, он очень переживал, и я, когда сюда приехал, я то же самое подумал, думаю, если человек здесь был, 14 с лишним лет, если у него столько было тут знакомых, друзей, и вот это все остановилось, то я вообще никого не знаю, то есть, у меня вообще ничего не получится, и вот, когда ты чувствуешь вот такую немощь свою, то тогда сила Божия приходит тебе на помощь, да, вот именно совершается, сила Божия в немощи, я постоянно просил Бога, Господи, помоги, и главное, как бы, задача епископа и священнослужителя, вот, это предстоять Богу за свой народ, за свою пасту, вот, я старался служить, 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 пою Богу моему, донди же ест, и Господь, ведь есть такие слова, Яна Златоуста, Он пишет, делай дело Божие, и тогда узнаешь, увидишь, как Бог поможет тебе сделать твое дело, вот, все очень просто, а можно так сказать, подождите, у меня тут совещание, у меня тут то-то, у меня тут-то, ну, некогда, ну, суббота, воскресенье буду служить, остальные дни, и тогда не получится, вот, есть вот такой закон, чем больше ты служишь, отдаешь себя людям, тем больше потом к тебе возвращается, действительно, вот, наш народ, он такой вот, уже несколько дней, нет меня в храме, говорит, ладыка, что-то мы вас не видим, ну, послужите, и вот, уже бывает сил нет, думаю, ну, сейчас наш народ опять скажет, что-то мы не видим, ладыку, пойду я служить, вот таким образом, синергия переводится как соработничество, да, мы, говорю, вот столько вот, а все остальное там, миллион процентов, сам Господь. Ладыка, вы знаете, ну, на самом деле, очень радует наш собор, когда на него посмотришь, хорошеет, растет, хорошеет, и когда вы все-таки планируете уже, вот, там послужить? Знаете, вот есть такая английская пословица, древняя, тоже, она мне очень нравится, она звучит так, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы, а почему так, потому что мы не знаем волю Божию, и поэтому я всегда говорю, я ничего не планирую, есть у меня, это не планы, есть желание, есть желание, что в следующем году начать служить на постоянной основе в Нижнем Храме, желание такое и есть, и молитва такая есть, а дальше, как у Бога там, как его планы, да, и поэтому, когда ты так настраиваешься, то не получается, и ты не переживаешь, вот мы хотели пораньше чуть-чуть облицовать, вот этим мрамором, и снять леса, а не удается, почему, потому что, оказывается, эта работа, вот выкладывать лепестками, это настолько тонкая, и здесь мы не можем просчитать, сколько часов займет, вот эта вот обкладка, вот особенно вот этих апсид, да, закомар, сколько займет часов, это невозможно посчитать, понятно, пятиэтажные дома, их лепят как пирожки, и уже, когда несколько сделан, то знают, что вот этот процесс занимает столько времени, это столько, и тогда все это получается во времени, а здесь оно не получается, и у нас как бы желание, делайте лучше, а там кто-то, как всегда, вот начинай строить простой дом, не будет столько искушений, начни строить храм, столько всего вылазит, то есть через преодоление вот этих трудностей, все это совершается, и поэтому мы говорим, ребята, мы не спешим, мы не гоним, то есть гнать нельзя, мы делаем дело Божие, и поэтому делаем по силам, а дальше, ведь раньше храмы строились здесь же десятилетиями, долго, а некоторые строились быстро, и так, и так было, поэтому на все воле Божие, а желание, конечно такое есть. Да, и у нас тоже, тоже большое желание. Вот, Владыка, вы знаете, ну вот, когда готовилась передача, возникло несколько таких вопросов, они, может быть, немножко вот выбиваются из общего контекста, но тем не менее, я вот, с вашего позволения, вот такой, скажем, вопрос, который, наверное, волнует очень многих наших жителей в Архангельской области, поскольку вопрос социальной незащищенности, он очень остро стоит, 15 тысяч рублей, пенсия и зарплата в среднем у людей, и вот может ли каким-то образом церковь, ну и прежде всего церковная иерархия, увещевать, донести до власти имущих и бизнесменов ту мысль, о необходимости социальной ответственности за людей, которые работают, или уже не в состоянии работать, но тем не менее нуждаются вот в таком внимании. Конечно, конечно, это делаем постоянно и говорим, и почему вот нам сейчас и нужно вот в школе ввести вот эти уроки нравственности, я их называю так, да, вот привлечение именно детей к своей культуре, преподавание своей культуры. Вот мы сейчас пожинаем то, что, к сожалению, посеяно было. Ведь наступили 90-е годы, и я вот, у нас недавно была конференция, и с Вологды приезжал вот доктор наук, профессору, он рассказывает, как в 90-е годы им сказали в школе, представляете, какое преступление было, сказали, что больше школа воспитанием не занимается, она только дает сумму знаний. А кто же занимается воспитанием? Задали вопрос, говорят, мы педагоги, и нам сказали, пускай семьи, другие какие-то институты, но не школа. Вот это действительно самое страшное. И поэтому, конечно же, мы ретрансляторы, мы стараемся людям об этом рассказать, о том, что вот это вот 25-я глава Евангелия от Матфея, по которой нас всех будут судить, по этим параметрам. Болен биопосетистимя, я хотел есть, вы мне дали, вы пришли ко мне в больницу, в темницу и так далее. Вот этому и нужно учить. И, конечно же, хотелось бы, чтобы было, я говорю, синергия с работничеством, чтобы подключились вот школьные педагоги, потому что им коротать старость, чтобы подключились другие институты, чтобы вот эти дела, милосердия, сострадания, мы стали ставить на первый план. Не какие-то политические выгоды, сиюминутные, там, экономическое, какой-то там экономический прорыв. Нет. Вот это человеческое, самое главное, ищу человека. Помните, Диоген ходил по площади с фонарем, белым днем, и кричал, ищу человека. Диоген, полная площадь людей, кого-то ищешь. Он искал внутреннего, настоящего человека, то есть глубокого, сердечного, любвеобильного, сострадательного. Мы должны вместе выращивать сейчас поколения, которые будут ответственными за детей всех. У нас недавно, вот мы вызвали скорую помощь, ребенок 15-летний около храма пришел, это уже было полдвенадцатого, одиннадцать часов ночи, а он ходил несколько часов, оказывается, вот пришел от тех домов, где вот люди живут, и, ну, спайсов этих наглотался, и он такой неадекватный был. Вызвали скорую помощь, и сказали, что ему отрежут ступни ног, они у него почернели, в 15 лет. И у меня вопрос, понятно, кто-то ему эти спайсы дал, а он шел вот от несколько часов, там, мытылялся, падал, вставал, а почему никто не обратил на него внимания. Это не мой ребенок. Получается, мы разделили свой-чужой. Вот когда мы вот эти евангельские слова возьмем не просто на вооружение, и просто в сознание, когда они в сердце у нас будут, что нет своих и чужих, мы все свои, тогда у нас все изменится. Задыка, ну вот завершая нашу программу, хотелось бы спросить вас по прошествии пяти лет, ощущаете ли вы себя частью, частичкой русского севера, на котором вот уже служите столько лет? Знаете, я вам скажу больше, я когда сюда приехал, я ощутил себя вот этой частичкой, такое ощущение, что я здесь жил раньше. Наверное, это еще потому, что вот эта культура, это же моя культура, я в ней родился, родились мои предки. Поэтому, вот когда я приехал, помню, за границу, в Германию, прожил там неделю, это был, наверное, 91-й год, на меня напала такая тоска, что я подумал, если бы мне сказали, что тебя больше не пустят в Россию, я бы перешел границу тайком, все равно бы туда пришел, я не могу там жить, а здесь мне духовно хорошо. Может быть, еще из-за того, что я тоже приехал с окраины, с начала земли русской, начинается она с Дальнего Востока оттуда, а эта часть нашей земли с севера начинается. И вот, и похожесть во многом, но такие святыни, я говорю, так здесь, я иногда иду по этой земле и говорю, Господи, прости меня, я не знаю, вот я иду в Ильинский собор, сколько людей похоронено было здесь когда-то, там, 15-й, 16-й век, не осталось от них ничего, но вот они здесь в земле, они святые, многие жили такой жизнью. Братья и сестры, помолитесь за меня, помогите мне вот совершать вот это дело служения. И вот обращайся к ним и чувствуешь как какой-то эхо, какой-то импульс в твоем сердце, они отзываются и помогают. Да, мы связаны, мы составляем некое единство. Самое главное, чтобы включить свой приемник, свое сердце и выйти на заданную волну. Вот это я от души благодарю вас за то, что вы приняли участие в нашей программе. И вот в ее завершение я очень прошу вас поздравить наших телезрителей, поскольку приближаются праздники, которые мы все любим. Хотелось бы всех, кто нас видит, кто нас слышит, поздравить с праздником, с праздником приближающимся. Это Рождество Христово. Я еще говорю, есть предпраздство Рождества Христово, маленький праздник, он светский, но он для меня всегда в моем детстве был напоминанием о том, что вот скоро будет Рождество. То есть это Новый год. Вот. Чем больше праздников мы празднуем, тем лучше. Самое главное, как мы их празднуем. Праздник ведь для того, чтобы мы не просто в одиночку где-то что-то тут доставляли себе радость, себе любимому, чтобы мы возрадовали сердца окружающих нас людей. Тогда праздник называется настоящим. Я желаю вот такого оптимизма, такого настроя, такого желания помогать людям, живущим рядом с нами. Ведь помогать не обязательно только там деньгами, чем-то материальным. Можно помочь словом, можно помочь даже лежа на больничной койке помолиться вот за тех людей, которые рядом с тобой. И они почувствуют некий отголосок твоего тепла, твоего, твоей доброты и твоего света. Субтитры